Здравствуйте! Федеральная антимнопольная служба предложила запретить крупным компаниям повышать цены сразу на треть. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на законопроект. По ее данным, речь идет о резком увеличении цен на 30% на протяжении не более чем 60 дней, при условии, что его нельзя объяснить экономическими факторами. К таковым в ФАС отнесли колебания регулируемых тарифов, значительный рост спроса, а также подорожание комплектующих или сырья. Отмечается, что перечень товаров для отслеживания регулятором сформирует правительство. Далее цитата. Причиной роста цен на товары в ряде случаев служит недобросовестное поведение участников рынка, которые ведут спекулятивную политику в отношении потребителей, сказанном в записке к проекту закона. Если компанию заподозрят в нарушении, ей будет выписано предписание. В случае его игнорирования недобросовестному бизнесмену грозит штраф или уголовное дело. Генпрокуратура проверит производителей яиц из-за роста цен. Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил региональным прокурорам проверить птицефабрики и продавцов, если средняя розничная цена их продукции выросла за год больше, чем на 40%. Такое решение было принято на заседании экспертной группы по противодействию картелям с участием Генпрокуратуры, Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли. Яйца относятся к социально значимым продуктам, стоимость которых контролируется властями. Если продукты списка дорожают больше, чем на 10%, кроме сезонного фактора, в течение 60 дней подряд для него устанавливают предельные розничные цены на срок до 90 дней. За последние несколько месяцев цены на яйца растут ускоренными темпами. По данным Росстата, за неделю с 14 по 20 ноября они подорожали на 4,5%. В октябре куриные яйца в рознице стали дороже в среднем по всем регионам на 23,9% к октябрю прошлого года. При этом в 14 регионах яйца подорожали на 20-39%. Федеральная темнопольная служба предложила сетям ограничить на оценки на яйца до 5% до марта 2024 года. В Пермском крае на автозаправочных станциях вновь выросли цены на дизельное топливо. По данным Росстата, за неделю средняя стоимость литра бензина на пермских заправках снизилась на 1 копейку и составляет сейчас 54,87 рубля в среднем. Отмечается, что в Пермском крае самый дорогой бензин среди регионов Приворского округа. Литр бензина АИ-92 подешевел на 2 копейки до 49,73 рубля. Цена АИ-95 снизилась на 1 копейку до 54,17 рубля за литр. Стоимость АИ-98 не изменилась, литр обойдется в 67,69 рубля. А вот солярка подорожала на 19 копеек до 64,17 рубля за литр. Власти Прикаме субсидируют строительство 29 электрозаправок. Бюджет выделит более 60 миллионов рублей. Приказом Минэкономразвития Пермского края из бюджета региона выделены 53,7 миллиона тысяч рублей на субсидии по строительству зарядных станций для электромобилей и 7,4 миллиона на их техническое присоединение. Документ опубликован на сайте министерства. Компания «Пункт ЕРА» установит 14 зарядных станций. МБКИ-8, Энергостройсервис Плюс-3, АЗС Русгидра-2, Автомайо-Опт-1 и ИП Блинов Владимир Викторович тоже одну заправку. Субсидия на каждую станцию составит от 1,8 миллиона тысяч рублей до 1,8 миллиона. Средства на тех присоединения от 22 тысяч до 900 тысяч получат 22 электрозаправки. СЗС будут построены в Перми. 13 штук Лысьви, Верещагина, Краснокамские, Добрянки, Полазни, Кундымкари, Соликамские, Очори, Березовки, а также в Пермском, Большососновском и Кунгурском муниципальных кругах. Создание мест на кладбищах Перми подешевело на 9,5 миллионов рублей. МКУ Пермблагоустройства подпишет контракт с ООГСК Норстрой на выполнение работ по содержанию и ремонту элементов благоустройства объектов ритуального назначения, мест захоронения на кладбищах Заозерское и Северное. Результаты проведения конкурса опубликованы на сайте госзакупок. Согласно протоколу подведения итогов определения исполнителя всего было принято три заявки от участников. Норстрой предложил самую низкую цену за работу 15 миллионов 700 тысяч рублей, что на 9,5 миллионов ниже начальной цены контракта. Целью работы является подготовка площадей для захоронения умерших и устройства проездов между кварталами. Всего на обоих кладбищах будет подготовлено 20 гектаров земли. Работы будут выполнены в два этапа. Необходимо обустроить дороги, обочины, канавы и площадку под мемориал из сборных фигурных бетонных плит. Завершить работы планируется к 10 июля будущего года. На этом у меня все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова